Перемешанные буквы закона. Новосибирцы пытаются оштрафовать за незаконное возведение нестационарного объекта. Представители мэрии Мегаполиса считают, что магазин, пристройка к гаражному комплексу, без разрешения находится на городской земле. Мужчина с этим мнением не согласен. Размещение одобрили собственники кооператива. На чьей стороне правда разбиралась Екатерина Стывко. Небольшой магазин автозапчастей, семейный бизнес Ставровых. Работают официально. На оформленной ИП есть кассовый аппарат. Николай Ставров рассказывает, сначала купил несколько гаражей в гаражном кооперативе Тулинский. А 8 лет назад решил пристроить к ним помещение. Вынес этот вопрос на собрание собственников, получил согласие. В декабре прошлого года судьбой павильона заинтересовались чиновники. Мне выписали постановление явиться на комиссию. На комиссию уже выставили мне штраф в размере 3000 рублей. Я предоставлял возражение на комиссии, что земля в аренде находится. Но на этот момент мне сказали, что вы не имеете права вообще располагать никакие временные пристрои. Казалось бы, 3000 рублей – небольшая сумма. Но за повторное нарушение штраф вырастет и санкции ужесточатся. Вплоть до сноса. Николай Ставров обратился к юристам. Эксперты выяснили, землю, на которой стоит гаражный комплекс и вокруг, кооператив арендует у мэрии. Причем город буквально в сентябре продлил договор аренды собственниками боксов и предоставил участок еще на 49 лет. Судя по кадастровым картам, объект Ставрова находится на территории ГСК. Правда, в постановлении администрации магазин почему-то переехал. Юристы объясняют, вся загвоздка в адресе. Дело в том, что этот гаражный комплекс, как и пристрой к нему, официально находится по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 60-2. А чиновники в своем постановлении указывают совершенно другой условный ориентир. Якобы этот магазин находится на улице Сибиряков-Гвардейцев, только 62, корпус 4. А такого адреса нет в документах. Он существует только на картах в Дубльгисе. А это не имеет юридической силы. Здесь начинаются юридические тонкости. Судя по документам, новый адрес ГСК присвоили в декабре 2019-го. До этого он числился на той же улице, но по строительному адресу под номером 62, который тоже не совпадает с данными, указанными в протоколе администрации. То есть получается, что из их логики вот этот адрес, он на неразграниченной земле. А то, что этот объект находится по иному адресу, который привязан к земле, которая находится в аренде, они вот этот момент обошли для того, чтобы по документам у них было якобы это на неразграниченной земле. То есть они попытались обойти закон. Юристы отправили возражения на протокол, но безуспешно. Сейчас обратились в суд. Как поясняют эксперты, если на первоначальном этапе не доказать свою правоту, потом сделать это будет слишком сложно. Ведь оплатил штраф, значит признал вину. Чтобы разобраться в ситуации, редакция новостей отправила запрос в мэрию Новосибирска. Будем следить за развитием событий. Екатерина Стывко, Борис Гладких, Новости ОТС.